24 мая отмечается День славянской письменности и культуры. Такое российское название праздника, приуроченного ко дню памяти святых, равноапостольных, братьевки Мефодия и Кирилла. То есть это одновременно и светский государственный праздник, и церковный. В Болгарии он отмечается с XII века. Это поистине народный, национальный праздник. Сейчас он называется День болгарского просвещения культуры и славянской письменности. В России этот праздник стал отмечаться только с 1863 года, когда отмечалось тысячелетие создания славянской азбуки. Когда самосознание славянских народов поднималось, славянские народы поднимались на освободительную борьбу против завоевателей. И Россия готовилась к русско-турецкой войне, которая освободила болгарский народ и другие славянские народы Балканского полуострова. И понятно, что именно для болгар это священный день. И вот я хочу привести цитату из эссе, или даже можно сказать гимна, буквам болгарского писателя Стефана Продева. Буквы прочно вошли в народную жизнь, в судьбу народную. Народ создал ими красоту, не пряча их за семью печатями, как прячут золото. Он сохранил их в делах своих, в песнях и легендах, в летописях и фресках. Язык у него вырывали, но он слагал слова. Руку заковывали в кандалы, но она писала. Словом и кистью народ творил шедевры на вечность. Вряд ли найдется другое богатство, которое бы так ревниво и самозабвенно хранили, которое имело бы такую историю, славу, блеск. Без букв нация наша исчезла бы с лица земли, как в свое время гунны. Без букв не было бы у нас ни одного великого имени, ни одной великой даты, ни одной мысли. Пронесшиеся в веках. Поэтому поныне славим мы буквы, в них свой праздник. И мы чтим их так, как древние греки чтили богов своих олимпийских. Цветами и музыкой, народными шествами, поэзией. Понятно, такое благоговейное отношение болгар к славянской азбуке, к деятельности Кирилла Мефодия. Благодаря азбуке они в долгие годы, долгие века турецкого ига сохраняли свою национальную самоидентичность. Как Степан, вроде, пишет. Язык у него вырывали, но он слагал слова, руку заковывали в кандалы, но она писала. То есть сохранение письменности, сохранение своей духовной культуры – это как раз вот символ свободы для долгарского народа. В России после революции день славянской письменности никто не отмечал, никто не вспоминал. Ну, видимо, связано это с тем, что это прежде всего церковный праздник. И прославляются здесь создатели азбуки равноапостольные. То есть для славян Кирилла Мефодия приравнены к апостолам, к ученикам Иисуса, потому что они несли духовный свет, духовную культуру, прежде всего религиозную, христианскую культуру для славян. И вот как раз вот об этой не самой благоприятной эпохе вспоминает выдающийся словист Лидия Петровна Жуковская. Она, когда в 91-м году уже день славянской письменности культуры стал официально признанным праздником, она рассуждает о том, что духовные, морально-нравственные и культурные ценности в человеческом сознании накапливаются в течение жизни многих поколений. Известно, что внуки, особенно если они воспитываются в устойчивой семье и постоянно общаются со своими бабушками и дедушками, бывает духовно ближе к ним, чем к родителям. Так в свое время мне, дошкольнице, бабушка что-то рассказывала о святых Кирилле и Мефодия. Это страшно перепугало мою мать-учительницу, дрожавшую за свое рабочее место. Это было во второй половине 20-х годов, когда безработный отец два года стоял на учете безработных на Московской бирже труда. Мама сказала мне, выкинь все из головы. Кирилла и Мефодия никогда не было. Это все бабушкины сказки. Это было давно, когда забвение порождалось страхом. Теперь нет страха, но есть бабушки порождение забвения, люди, не знающие своей истории ни девятого, ни одиннадцатого, ни иных прошедших веков. Поэтому мы и живем во времена масс-культуры без чувства своих исторических корней, катастрофически теряя не только высокую духовность, но и основы нравственности. Празднование Дня Славянской Письменности, Дня Памяти Кирилла и Мефодия, Дня Славянского Просвещения Культуры – это не только повод приблизиться к своей истории, но и дни просветления нашей нравственной атмосферы, наших духовных ориентиров. Но было бы несправедливо упомянуть, что возрождение этого праздника в России началось не с официального постановления, не с указа правительства. Оно началось вот снизу по инициативе писателей, писателей-деревенщиков, которые стояли за сохранение традиционной духовной культуры. Возрождение праздника началось у нас на севере, в Мурманске, в 1986 году. Благодаря инициативе уроженца Мизенского района Архангельской области замечательного русского писателя Виталия Семеновича Маслова впервые были проведены широкие празднования именно в Мурманске. И тогда из Болгарии через всю страну привезли и установили на площади рядом с Мурманской научной библиотекой памятник Кириллу и Мефодию. И вот эта традиция поддерживалась такими писателями, как Владимир Крупин, Владимир Личутин. Каждый год столицей праздника избирался какой-то старинный русский город. Вологда, Новгород, Смоленск. И только в 1991 году Президиум Верховного Совета, тогда еще РСФСР, принял постановление о ежегодном проведении Дней славянской культуры и письменности. И еще хочу привести авторитетное мнение. Имя для наших земляков дорогое, памятное и действительно авторитетное. Это наш земляк, писатель Федор Александрович Абрамов. В 1981 году он пишет заметку для болгарского журнала. Она небольшая, я зачитаю ее целиком. Вот уже тысячу лет, ровно тысячу лет каждый русский ребенок, прежде чем вступить в лучезарный храм учености, культуры и искусства, заучивает 30 с лишним букв, осваивает ключи, с помощью которых только и можно открыть врата этого храма. И эти ключи, единственные в своем роде, выкованные из чистейшего золота славянских языков и славянского духа, дал русскому народу и другим славянским народам величайший болгарский просветитель Кирилл. И это он, Кирилл и его подвижник Мефодий, заложили основы дружбы и братства славянских народов, вне которых не может быть прочного мира на земле. Действительно, в буквах заложен национальный дух славян, отражается менталитет народа. Сейчас процесс глобализации захватывает мир. Нет-нет, да появляются голоса. А не перейти ли нам на латиницу вслед за всем так называемым цивилизованным миром? Прямо скажем, не за всем. Да, действительно, в современном мире большинство буквенных систем основаны на латинском алфавите. Но это далеко не весь мир. И, конечно, любая реформа стресса, переход на другую систему письма, тем более, не знаю, как пережили его молдаване, которые перешли с кириллицы на латиницу, еще ряд народов. И все-таки, считаю, я убежден в этом, что мы не должны терять свою особую азбуку, которым наиболее точно, наиболее убедительно передается специфика славянской русской речи. Вот по этому поводу Лев Николаевич Толстой высказывался. Вот приведу цитату его. «Русский язык и кириллицы имеют перед всеми европейскими языками и азбуками огромное преимущество и отличие. Преимущество русской азбуки состоит в том, что всякий звук в ней произносится. И произносится, как он есть, чего нет ни в одном языке». И это действительно так. Ну, поэкспериментируйте. Представьте, что у нас нет нашей привычной кириллицы, нет нашего привычного русского алфавита. Ну и попробуйте записать русскую речь латинскими буквами. Вы столкнетесь со многими сложностями. Хотя это возможно, в принципе, это возможно. Но все-таки гораздо более приспособленной для передачи славянская русская речь, именно славянская кириллическая азбука. И, конечно же, говоря об азбуке, нельзя не упомянуть, не вспомнить добрым словом ее создателей, Кирилла и Мефодия. Сейчас про них пишутся книги, снимаются фильмы. Вот, например, 10 лет назад впервые в легендарной серии «Жизнь замечательных людей» вышла книга, биография Кирилла и Мефодия. Автор ее русский писатель, современный Юрий Лощец. Ну, например, тоже где-то 10 лет назад в Чехии был снят художественный фильм. Он называется «Кирилл Мефодий. Апостолы славян». Почему именно в Чехии? Это тоже не случайно, потому что колыбелью славянской письменности является такое древнее славянское государство, как Моравия, или Великая Моравия, какой она вошла в историю. Да, сейчас Чехия пишет и читает на основе латинского алфавита. Но впервые славянская азбука, славянские книги, написанные славянским письмом, появились именно в Моравии. Немножечко предыстории. В 862 году Моравский князь Ростислав отправляет послов в Византию, в столицу Византии, Константинополь, с просьбой, чтобы византийский император прислал в Моравию миссионеров, которые могли бы разъяснить славянам христианское учение. И это историческое событие стало своеобразным стимулом, катализатором для появления славянской письменности. Сложность еще в том, что к тому времени Моравия уже была христианской страной, но она была в подчинении Папы Римского, то есть западного крыла христианской церкви, будущего католичества. И богослужение в Моравских храмах велось на латинском языке. И, можно сказать, князь Ростислав совершает дерзкие поступки, потому что между Римом и Константинополем были уже напряженные отношения. Эти два мировых центра соперничали друг с другом. И понятно, почему пришедшим в Моравию Кириллу Мефодию и их ближайшим ученикам постоянно приходилось преодолевать жесточайшее сопротивление немецкого католического духовенства, которым была наводнена Моравия. И Моравия недолго была центром славянской письменности и культуры, но мы помним, что это действительно первый центр славянской культуры. Именно там впервые появились книги. Ну, Кирилл и Мефодий причислены к лику святых, и поэтому основной источник сведений о их жизни, о их деятельности – это жития. Так вот, читаем житие Кирилла, как появилась азбука. «Пошел философ и по старому обычаю стал молиться вместе с другими помощниками. И вскоре Бог, прислушавшись к молитвам рабов своих, явился ему. И он сразу же сложил буквы и начал писать евангельскую беседу. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Возрадовался Цесарь со своими советниками, прославил Бога, и послал он его со множеством даров, написав Ростиславу так. «Бог, желающий, чтобы всякий пришел к познанию истины и подвигнулся на большее совершенство, увидя твою веру и старания, ныне исполнил просьбу твою и вил в наши годы буквы языка вашего, то, чего раньше не было, и так далее». Ну, здесь позволим себе усомниться в тех фактах, которые излагает особый такой жанр церковной литературы, как «Житие». Здесь мы представлены как некое чудо. Наверное, любому чуду предшествуют годы подготовки. Известно, что Византийская Церковь не только не препятствовала распространению письменности, создания письменности тех народов, которые она привлекала на свою сторону, но и всячески помогала им. Так, например, ну, можно сказать, из рук византийцев, византийских миссионеров получили свою древнюю письменность, которую они до сих пор сохраняют, такие народы, как армяне, грузины. И понятно, что славянские народы, которые жили на территории Византийской империи, к ним тоже приходили миссионеры, тоже вели проповеди на понятных языке. И понятно, что византийцам было выгодно из таких воинственных, беспокойных соседей сделать себе союзников. И одним из таких вот способов усмирения и привлечения на свою сторону – это как раз было христианское учение. И наверняка уже попытки составить тексты, перевести тексты славян, тексты богослужебные на славянский язык уже предпринимались. И мы даже предполагаем, что Кирилл с Мефодием, со своим братом этим занимались. Поэтому вот сам факт посольства Моравского и приглашение в Моравию – это только вот стало каким-то толчком, то, что ускорило этот процесс. И уже почти спустя несколько месяцев, летом 863 года, Кирилл Мефодием прибывает в Моравии с переведенными книгами и начинают готовить, выбрали себе среди Мораван учеников и начинают готовить их к славянскому богослужению. Ну, здесь, ладно, здесь не будем мы уже отвлекаться. Так сложились обстоятельства, что Моравия перестала быть центром славянской письменности. После смерти Мефодия, ставшей первым славянским эпископом, ученики были изгнаны, они нашли приют в Болгарии. И Болгария с помощью учеников Кирилла Мефодия создала автономную церковь, создала книжную культуру. Расцвет болгарской культуры как раз приходится на те века, на то средневековье. А давайте все-таки обратимся к самой азбуке. И можно сказать, что азбука – это не что иное, как духовное послание ее создателей, нам, потомкам. Потому что, в отличие от многих древних алфавитов, а кириллическая азбука имеет историческое развитие, она не на пустом месте была создана, в ее основу лег греческий алфавит. В свое время греческий алфавит создавался на основе финикийского. Финикийский алфавит был создан на основе древнеегипетских иероглифов. Так вот, в отличие от других известных нам древних алфавитов, где буквы назывались таким каким-то набором слов. Например, в финикийском алфавите буквы звучали так. Алиф, Бет, Гимель, Далит. Алиф – это вол, Бет – дом, Гимель – верблюд и так далее. То есть, это набор существительных. Но, в принципе, сам выбор этих существительных, понятно, что можно каким-то образом даже восстановить жизнь этих древних финикийцев, как было связано с их жизнью и хозяйственной деятельностью. То, например, греки, восприняв вот эти названия, они их переначали, и в качестве названия букв у них уже выступают некие условные названия. Альфа, Бета, Гамма, Дельта. Ничего не значащие, так вот просто, уже немножко так похожие фонетически на первоисточнику. То буквы кириллической азбуки древнего славянского алфавита названы разными частями речи, в разной форме. Если их подряд прочитать, азбуки веди, глаголе «добро есть», мы понимаем, что это некий связанный текст. И уже были разные попытки его расшифровать. Они существуют. Вот наиболее понятная современная трактовка. Я сейчас зачитаю. «Я знаю буквы, письмо – это достояние. Трудитесь, усердные земляне, как подобает разумным людям. Постигайте мироздание, несите слово убежденно. Знание – дар Божий. Дерзайте, вникайте, чтобы сущего свет постичь». То есть, действительно, некое духовное завещание создателей азбуки. То есть, они… Просто так составить некую систему букв, систему символов, для этого не нужно, может быть, каких-то особых умений, особых талантов. Да, любой человек, если очень захочет, он может составить свою тайнопись, придумать какие-то значки и посчитать, что вот этот значок обозначает тот или иной звук или тот или иной символ. Заслуга Кирилла и Мефодия не в том, что они создали, собственно, азбуку, четко, точно соответствующую особенностям славянской фонетики. Их заслуга в том, что они создали совершенно высокоразвитый, стилистически богатый, литературный, книжный язык. То есть, славяне получили в дар от Кирилла и Мефодия уже готовый письменный книжный язык. Не случайно по его образу и подобию создавались книжные, литературные языки фактически всех славянских народов. Это был огромный шаг вперед. Можно сказать, цивилизационный взрыв в славянском мире. И как вот просто взять и перевести богослужебный текст, библейский текст на разговорный славянский язык? Конечно же, нужно было создать абстрактную лексику, создать какие-то синтаксические конструкции, которые смогли бы адекватно передать на понятном славянском языке библейский текст. Поэтому речь идет о создании не только азбуки, но и славянского литературного языка. В этом и заключается их колоссальное значение, их труда. Вот для примера, когда в XIX веке церковно-славянские, старославянские тексты переводились на современный русский язык, а вы знаете, что сейчас у нас имеются эти канонические переводы, и любой текст, Евангелие, Ветхий Завет, апостолы, послание апостола, псалтырь можно прочитать именно на современном русском языке. Так вот, для этого в XIX веке понадобилось два десятилетия и серьезный кропотливый труд нескольких десятков человек. Это перевод с родственного старославянского языка на современный русский. И представьте себе, каких титанических усилий и какими яркими научными и филологическими способностями должны были обладать люди, которые в короткий срок с древнегреческого перевели на несуществующий еще книжный язык, создавая одновременно книжный, стилистически богатый язык вот эти самые богослужебные книги. В этом величайшее значение Кирилла Мефодия и их ближайших учеников и продолжателей их дела. Ну и еще важно отметить, что древние славянские азбуки, азбуки, именно азбуки, была не одна, а две азбуки. Глаголица и Кириллица. Вот то, что мы сейчас имеем русский алфавит, он на основе Кириллицы. Да, он действительно назван в честь ее создателя, святого Кирилла. Но до сих пор неизвестно, какую из этих двух древних славянских азбук создал Кирилл, потому что ведутся споры. Глаголица, она кардинальным образом отличается от понятного нам кириллического письма. Это такой набор оригинальных, таких петлеобразных, каких-то немножечко вычурных фигурок. Я бы даже позволил себе сравнить, если любители детективной литературы наверняка знают рассказку о Нандоле «Пляшущие человечки». Там такая вот условная азбука, напоминающая пляшущих людей. Вот глаголица больше на них похожа. И что-то такое вот ни на что вроде бы не похоже. Но если приглядеться, то можно найти много сходных черт между глаголицей и кириллицей, между глаголицей и латиницей. И вот одна из версий, а я скажу, что до сих пор ученые спорят, до сих пор существуют разные версии, что было раньше, глаголицей или кириллицей, почему одна азбука сменила другую, какую из них создал Кирилл. Так вот, по одной из версий, глаголица – это тайнопись. То есть это зашифрованная кириллическая азбука после того, когда из Моравии были изгнаны ученики Кирилл и Мефодия, и славянское богослужение было запрещено. И действительно, вот, например, в хорватских монастырях глаголицы в качестве такого тайного церковного письма использовалось вплоть до XVII века. Есть такая версия. А кто-то считает, что именно Кирилл создал такую оригинальную, ни на что не похожую азбуку, тем более там первая буква глаголица в форме креста, то есть вот крестное знамение, благословение, крестное, скажем, именно духовное, сакральное составляющее азбука. А уже потом его ученики, уже поздние ученики, после смерти Кирилла, после смерти Мефодия, потому что уже следующим центром славянской письменности была Болгария, вот они уже приблизили к известным болгарам, образованным грамотным болгарам греческого языка, греческое письмо, то есть немножечко упростили. Ну, как говорится, сейчас мы эту истину не откроем. Может быть, когда-то что-то будет найдено, какие-то источники, которые позволят пролить свет. А сейчас в разных учебниках старославянского языка излагается разная версия. Так вот, памятники письменности, дошедшие до нас с древних времен, 10-11 веков, их около 20, которые принято считать классическими старославянскими памятниками, ровно половина из них написана глаголицей, другая половина кириллицей. Самая древняя славянская надпись на церкви, на камне, она тоже не проливает свет, там относится к концу IX века. И часть этой надписи сделана глаголицей, часть кириллицей. Это только еще более таинственным делает этот вопрос. Ну, давайте мы все-таки обратимся к более понятной нам кириллической азбуке, та, которая лежит в основе нашего современного русского алфавита. Ну, вот если мы на них посмотрим, понятно, в кириллице было 43 буквы, в нашем современном русском алфавите 33. Значит, за те тысячи лет, с тех пор, как была создана кириллица, и до наших времен, конечно же, что-то с ней могло произойти, какие-то буквы исчезли, какие-то виды изменились. Ну, вот начнем с таких букв, которые изначально были не нужны славянской азбуке. Они были просто перенесены из греческого алфавита. Но поскольку переводились греческие богослужебные книги, в них была необходимость в этих двух буквах, потому что они использовались в, собственно, греческих словах. Это буквы «кси» и «пси». Смотрите, какая у них такая вычурная, замысловатая форма. Они достаточно долго просуществовали в славянском алфавите, но потом, конечно же, исчезли. Дело в том, что они не были нужны славянской азбуке. Дело в том, что они обозначают в звуковом плане как раз сочетание «кс-ц». Почему они так и называются? Дело в том, что такие сочетания были, в принципе, невозможны в старославянском языке. Вот не встречались эти звуки. И поэтому не было в них необходимости. Ну вот, например, буква «пси» использовалась в таком грецизме религиозного содержания, как «псалтырь» и «псалмы». Ну, как было без нее обойтись? Да, вот таким образом переводится на славянскую почву. Именно вот этот жанр церковных песнопений, да, вот именно эта буква их и представляла. Или буква «кси» активно использовалась в греческих по происхождению словам, которые до сих пор в ходу у нас и Алексея, и Ксения, и Александр. Ну и потом, если посмотреть в различных источниках, то славянские песцы находили применение этим буквам, раз уж они все равно есть в азбуке. Ну и не стоит забывать, что кроме буквенного значения, кроме звукового значения, почти у всех букв кириллицы было еще и числовое значение. Арабские, римские цифры тогда не использовались. Числа передавались на письме теми же буквами, только использовались специальные знаки. У «кси» и «пси» были свои цифровые, числовые значения. «Пси» передавало число 700, а «кси» — 60. Так, ладно, двигаемся дальше. Нужно ли нам сейчас, нынешним, знать название этих древних букв? Только ли для общего культурного развития, так скажем? Или все-таки, ну и только ли как дань уважения к истории? Оказывается, если мы не знаем название букв, то нам будут непонятны тексты не так далеко от нас, от нынешних отстоящих. Тексты XIX века, тексты начала XX века. Вот посмотрите, для передачи звука «ф», кроме известной нам современной буквы «ф», которая раньше называлась «ферта», использовалась еще очень долгое время, вплоть до реформы 1918 года, буква «фита». И действительно была путаница у шкалеров в прошлом, да не только шкалеров, и просто вот кто не совсем грамотно был отдел языком, надо было запоминать, в каких словах, в каких именах использовалась та или иная буква. Это даже обыгрывалось в художественных произведениях. Например, водевиль, старинный русский водевиль «Ас и Ферт», как раз весь его сюжет вся его интрига выстроена на том, что люди часто путают эти буквы. Не буду пересказывать, это для тех, кто заинтересуется, вполне может найти и сам водевиль, и фильмы по нему поставлены, и телевизионный спектакль. А я хочу просто показать, смотрите, Александр Сергеевич Пушкин, создатель современного русского языка. Вроде бы все в творчестве Пушкина нам должно быть понятно. И действительно, в большинстве своем мы все понимаем. Понятно, что прошло больше двухсот лет, и какие-то слова могли изменить свое значение или вовсе исчезнуть из языка. Сейчас я прочитаю четверостиши. Это эпиграмма Александра Сергеевича Пушкина, посвященная его старшему другу, участнику Отечественной войны 12-го года. Каким-то образом он участвовал и в тайных обществах декабриста, Федора Николаевича Глинкин, боевой офицер и поэт. Ну, достаточно дерзкая такая. Такая эпиграмма, недобрая, так скажем, эпиграмма. Но все ли нам будет понятно? Наш друг Фита, Кутейкин в ипалетах, Бормочет нам растянутый псалом. Поэт Фита, Не становись, фертон, Дьячок Фита, Ты ижица в поэтах. Вот если мы не знаем, что были такие древние буквы, как ферт и фита, а еще тут упоминается еще одна буква славянской азбуки ижица, то мы ничего не поймем в этой эпиграмме. Попробуем расшифровать. Он к нему обращается, наш друг Фита. Почему именно так к нему обращается? Потому что имя Федора писалось именно с этой греческой, старославянской буквы Фита. Если вы видели полное собрание сочинений Федора Михайловича Достоевского, на обложке помещена личная подпись писателя. Он как раз начинается с этой самой буквы Фита. Понятно, наш друг Фита. Кутейкин в ипалетах. Кутейкин – это один из персонажей классической комедии Дениса Ивановича Фанвизина «Недоросли». В принципе, изучается в школе. И понятно, что это тоже не самая благоприятная, не самая положительная характеристика, потому что Кутейкин – такой недоучившийся семинарист. И сравнить друга поэта с Кутейкиным, наверное, это не комплимент. Тем более, вот следующая строчка «Бормочет нам растянутый псалом». А вот дальше. Поэт Фита. «Не становись фертом!» «Новичок Фита, ты ижица в поэтах!» Здесь обыгрывается не только название букв, но и фразеологизмы с ними связаны. «Становиться фертом!» Вот представьте себе встать в позу, похожую на нашу современную букву «эф». То есть руки в боке, да? «Становись фертом!» Каким образом? В какой ситуации люди себя так говорят? Когда заносятся? Когда бахвалятся? Когда немножечко себя ставят выше, чем ты есть на самом деле. Если мы посмотрим в азбуку, то «фита» — это самый низ алфавита, предпоследняя буква, то «ферт» — где-то на 15-16 позиций выше. Гораздо выше. То есть «не становись фертом!» Здесь обыгрывается и фразеологизм «стать фертом!» «Не заносись!» «Не ставь себя выше, чем ты есть на самом деле!» Ну и дальше совсем уничижительный. «Бьячок фита!» «Ты инижица!» Поэта. То есть он его ставит еще ниже, чем есть он на самом деле. «Фита» — предпоследняя буква в азбуке, а «ижица» — последняя. То есть он указывает на место. Вот такой вот добрый наш Александр Сергеевич, как он жестко высмеял своего друга. Но если мы этого ничего не знаем, то мы ничего не поймем из этого стихотворения. К слову, «От ижицы». «Ижица» входит в тройку букв, очень похожих по названию. «Ижие», «Иже», «Ижица». И все эти три буквы обозначали один и тот же звук «И». Вот зачем, если звук один, три буквы? Ну, там было свое рациональное зерно. Дело в том, что буква «Ижи» наша современная «И», ее еще называли «И» восьмеричная, потому что она обозначала число восемь. Буква «Иже» более похожа на латинскую «И». Вот в нее ставили точку. Отсюда выражение «расставить точки над «И». То есть вот все полностью привести в порядок. Потому что обычно, когда человек написал текст, только после этого он там какие-то... Ну, приводит его в окончательный вид, расставляет какие-то недостающие знаки. Он был... Еще назывался «Идесятирично». Он обозначал именно число десять. А «Ижица» — это буква, которая очень редко использовалась. Чаще всего для обозначения звука «И». Но еще была особенность, что, например, в слове «Евангелие» та же буква «Ижица» обозначала звук «В». То есть она использовалась только в каких-то вот заимствованных словах церковного содержания. Вот это «Евангелие», «Миро» — та самая душистая мать, которая используется в церкви. И вот эту «Ижицу» несчастную часто забывали. Часто забывали, не писали там, где ее нужно писать. И «Ижица» в сознании людей было что-то такое недокучливое и что-то такое несущее неприятности. И родился фразеологизм. «Прописать Ижицу». А что значит «прописать Ижицу»? Это не то, что красиво каллиграфически прописать эту букву. «Прописать Ижицу» — это значит наказать. А почему? Посмотрите, если чисто внешне, та же самая «Ижица» очень похожа на пучок розок. Вот тот самый предмет, с помощью которого обучали детей. Вот это «Прописать Ижицу» — активно используется в этом своем значении в текстах не таких давних. Например, у Сергея Ваценского в «Севастопольской страде» можно увидеть такую фразу. «Ого, пускай их флот сунется к нашим фортам, ему пропишут Ижицу». То есть вот такой вот уже в военном смысле пропишут Ижицу, то есть накажут, укажут им на место. И слово «Ижица» используется и в другом смысле. Например, смотрите, у Николая Васильевича Гоголя в повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем читаем. У Ивана Ивановича большие выразительные глаза табачного цвета и рот несколько похож на букву «Ижицу». То есть если мы не знаем эту букву, то мы и не поймем такой вот иронический смысл такого портретного описания героя. Или вот, например, «На его лбу Ижицей вздулась жила». Это уже вполне себе советский роман Валентина Петровича Катаева «Время вперед». Вот еще не так давно не ушли от реформы 1918 года и всем читателям Валентина Катаева в 1920-1930-е годы было понятно, что это за «Ижица» такая. Так вот, действительно, многие фразеологизмы так или иначе используются в них названия древних славянских букв. Если мы их себе не представляем, то мы... Вот они потому у нас и утрачиваются эти фразеологизмы. Ну, вряд ли уже сейчас кто-нибудь скажет, что «не аза в глаза». Что значит «не аза в глаза»? «Аз» — это первая буква алфавита. Значит, человек ничего не понимает, раз он не усвоил даже первую букву в алфавите. Вот попробуем понять, что же может обозначать такой фразеологизм. «Выписывать ногами мыслите». Что это за «мыслите»? Ну, раз это слово на букву «М», то можем предположить, что это как раз та самая буква «М». Если человек выписывает ногами «мыслите», то уже понятно, в каком он состоянии. И действительно, вот читаем у Короленко. «И всю ночь туда и оттуда несли слихачи, порой выписывая «мыслите», беспечно тащились пьяные гуляки». То есть люди нетрезвого состояния, вот они выписывают ногами «мыслите». А вот еще есть такое выражение, ну, уже совсем устаревшее, наверное, уже непонятное. И у того же Гоголя встречаешься «ноги начнут писать покой». «Покой» — это буква «П». «Мыслите» — это еще человек в нетрезвом состоянии еще двигается, двигается не очень уверенно. А если у этого же человека ноги начнут писать «покой», ну, наверное, нам Гоголь и подскажет, что это такое, читаем в пропавшей грамоте. «В те поры шинки были не то, что теперь. Доброму человеку прилечь даже негде было, когда в голову заберется хмель, и ноги начнут писать «покой». То есть этот человек уже не ходит, он уже лежит, вытянув ноги. И вот это тоже такая ярко-ироничная метафора Гоголя нам становится непонятным, если мы не знаем название этой буквы. Или популярный роман 20 века, «12 стульев» Ильфа и Петрова, который был написан, отражает 20-е и 30-е годы уже эта эпоха. «Однако начавшийся сеанс одновременной игры задержал растущее подозрение одноглазого шахматиста. Вместе со всеми он расставлял столы покоем». Всего против гроссмейстера сели играть 30 любителей. Столы покоем, то есть расставляли столы буквой «п». То есть для читателей-современников Ильфа и Петрова это не нужно было объяснять. Видимо, для современных читателей уже, наверное, в современных изданиях нужно делать сноску и как-то объяснять, что это такое. И таких примеров можем приводить огромное количество. Но вот вернемся к тем же буквам «Иже» и «Иже». И сначала они так параллельно существовали, и на выбор писца, кто какую больше полюбил, такую использовал. Иногда просто, чтобы различать слова, так они спонтанно. Потом постепенно, раз эти две буквы были в алфавите, за ними закрепились какие-то определенные правила. И с помощью этих букв стали различать слова «аммонимы». То есть одинаково звучащие, но передающие разный смысл. И вот сейчас, например, слово «мир» в значении «покой» и «мир» в значении «вселенная» пишется одинаково. Мы различаем только по смыслу. А, например, еще до реформы 18-го года не нужно даже видеть контекст, чтобы понять, какой смысл закладывает пишущий вот это слово «мир». Уже читатель мог видеть по выбору буквы. В русской литературе есть два произведения, которые носят название «Война и мир». Это роман эпопеи Льва Николаевича Толстого и поэма молодого Владимира Маяковского, посвященная Первой мировой войне. Так вот, они по-разному написаны. У Толстого через нашу современную букву «и» ниже, «мир» он противопоставляет войну и мир, «война» и «спокойство», «мирная жизнь». И в то же время у этого слова есть еще значение общества, мир и общество. Ему важно показать вот это, как война оказала влияние на общество. То для юного Маяковского, футуристу, неиспровергателю, так скажем, каких-то чего-то старого, ему важно, как война отражается на мир, на вселенную, на земной шар, род человеческий, такой глобальный мысленный. То есть он совсем другой смысл закладывает, давая название поэмы. Можно обвинить, что он дает точно такое же название, как и Лев Толстой. Он-то отлично занимал, потому что он владел этой азбукой, что он дает совсем другое название, как раз обыгрывает его. И таких примеров можно приводить огромное количество. Таким своеобразным символом старой азбуки, дореволюционной орфографии, является буква «Ять». «Сделать на ять» есть такое выражение. Что такое «сделать на ять»? Посмотрите, как выглядит буква «Ять». Она похожа на такой вот жест. «Сделать на ять», то есть «сделать хорошо». И вот эта буковка «Ять», она когда-то обозначала специфический славянский звук. Его можно сравнить с таким дифтонгом, как «Ие» или более напряженное «Э». Этот древний славянский звук еще до сих пор можно услышать в архаичных северных говорах, под ударением. Может быть, слышали, как бабушки говорят «Лис», «Мисто», «Виник». То есть вот они превращают этот звук, который мы сейчас в литературном языке произносим, как «Э», они его превращают в «И». Такое «И» более напряженное, или не в тонкий, среднее между «И». Вот эти отголоски древнего «Ять» в северных говорах встречаются. Но постепенно в литературном языке этот звук исчезал и стал объединяться со звуком «Э». На месте древней буквы «Ять» мы сейчас в нормальных современных текстах читаем звук «Э». Лес, вера, место, веник. Можно много их перечислять. Но буква-то оставалась вплоть до реформы 1918 года. Звука не было, и приходилось буквально зазубривать. Зазубривать, когда используется такая буква, а когда другая буква. И вот шкалерам прошлых веков приходилось... Ну, не придумывали такие мнемонические стихи. Никакой художественной ценности эти произведения не имеют. Они просто для того, чтобы запомнить, в каких корнях писалась буква «Ять». Белый, бледный, бедный бес убежал голодный в лес. Лешим полюсом бегал, редькой с хреном пообедал, и за горький тот обед дал обед наделать бед. И так далее, и так далее. Довольно большое объемное это стихотворение. Потому что нужно было запомнить определенные корни, где этот «Ять» писался. И в каких-то еще окончаниях, суффиксах. Но там было проще запомнить. Там все-таки некий типовой, если вы закончили запомнить, что именно в таком падеже писалась «Ять», то это легче проверить. А тут надо было просто зазубрить. Поэтому одна из сложностей была. Поэтому реформа 1618 года, сделала как будто бы великое благо, убрала все эти лишние буквы. Еще вплоть до реформы 18-го года в конце каждого слова писался «Ер», твердый знак. Он как знак конца слова. Когда-то это были буквы, обозначающие сверхкраткие, так называемые, редуцированные звуки. Они уже давным-давно исчезли. В слабые позиции они исчезли, в сильные позиции перешли в другие звуки. Но традиция их писать продолжалась вплоть до начала 20-го века. И вот когда обсуждалась реформа, а она обсуждалась довольно долго, к ней руки приложили все выдающиеся, великие лингвисты, филологи того времени. И даже Лев Толстой успел поворчать по ее поводу, хотя умер в 1910 году, а реформа составилась в 1918 году. То есть она обсуждалась уже давно. И вот тот же Лев Толстой говорил, вот вы говорите, что шкалерам будет проще. Может быть так. Но нам-то, грамотным людям, будет сложнее. Ну, представьте себе, что вот завтра вы проснулись, а, допустим, вам предложили писать не «Ко-Рова», как мы это привыкли, а, например, «Ка-Рова». И вы нашли это в тексте книги. Вы споткнетесь, мне скажут, что такое странное, да, что-то как-то непривычно, да, что слово-то такое. И какие-то вот несколько секунд вы просто представите для того, чтобы, что это за слово. Это просто один так, с потолка взятый пример, какое-то одно конкретное слово изменится. А вот, как тот же Лев Толстой ворчал, что мы же читаем не по буквам, не по слогам, а мы же видим целиком слово. То есть у каждого слова свой образ. Или, как Лев Толстой говорит, своя особая физиономия. Узнаем слово по физиономии. Ну и представьте вот недоумение этих людей, которые привыкли, что, например, слово «вера» писалось через «ядь», «лес» писалось через «ядь» и на конце «ер». И вот напишите его современные азбуки. Это абсолютно другое слово. Совершенно другое слово, и оно не узнается. То есть они спотыкались почти каждым словом. Но вот реформа готовилась давно, и там различные катаклизмы были социальные. В стране царское правительство не решилось ее утвердить. Временное правительство не решилось ее утвердить. И утвердило его, и выпустило соответствующий декрет уже советская власть, большевики. Ну и с кем будет ассоциироваться эта реформа? Именно с большевиками. И те, кто были против большевиков, против советской власти. Они были и против нового правописания. Вот можно посмотреть на слайде постановление, декрет, об установлении новой орфографии. Ну вот смотрите, обложку этой книги. Она написана старой орфографией. И вот там описываются все вот эти новые правила, какие буквы изымаются, какие буквы какие-то, может быть, правила орфографические меняются. И, конечно же, первая волна русской эмиграции, такой, например, великий писатель, как Иван Алексеевич Бунин, проживший до 50-х годов. И он до конца своей жизни продолжал писать привычные ему дореволюционные орфографии. Ну и в том числе и в принципиальных соображениях. Потому что он не принял тех изменений, которые происходили в Советской России. Но тем не менее, смотрите, реформа прошла. Почему она относительно безболезненно прошла в России, в революционной России? Ну, большевики решили, раз уж совершена революция, то раз все заново, все заново, то пускай будет и новая реформа, новая орфография. Дело в том, что подавляющее большинство населения дореволюционной России было безграмотным. И вот одним из акций таких социальных большевистского правительства, это было ликбез, ликвидация безграмотности. И вот они уже учили новую азбуку. Так вот как-то менее травматично, как говорится, новые поколения советских людей вошли, научились читать и писать уже по-новому. А вот сейчас, в нашем времени, когда подавляющее большинство – это грамотные люди, и вот даже ввести какое-то небольшое новшество – это уже проблематично и травматично. Почему не прошло… Даже там слово «реформа» не употреблялось. Почему не прошли усовершенствование, свод новых орфографических правил, которые активно обсуждали в 2000 году. В журналах, на телевидении. Все там всего лишь хотели инициаторы этого усовершенствования каким-то образом упорядочить написание, слитное, раздельное дефисное написание на речи. А это у нас самый такой краеугольный, такой проблемный момент. Запомните, что исключить некоторые исключения. Вот эти пресловутые жюри брошюра «Парашют». «Парашют» предлагали писать через «У». Ну и начались такие вот нелицеприятные высказывания в интернете, в печати и все такое прочее. Ну вот ради интереса могу привести высказывания такой рафинированной интеллигентки, потомственной писательницы, внучки Алексея Николаевича Толстого, Татьяны Толстой. В газете «Коммерсант» в порыве, в пылу этих вот страстей она пишет «Надо заколотить двери Академии наук, где заседают эти придурки, и попросить их заняться более полезным для народного хозяйства делом». Ну такая вот полемика нешуточная развернулась, и поэтому указом президента были прекращены всякие разные попытки. Понятно, что совершенствовать орфографию нужно. Например, входит в язык новые слова, заимствуются новые слова. Они тоже по-разному пишутся, и надо как-то сделать идентичным, чтобы все одинаково писали. Но это можно делать и без каких-то громких заявлений, без кардинальных изменений, так постепенно эта традиция письменная складывается. Реформа французского языка таким образом, французская орфография таким образом не прошла, и сколько попыток не было совершенствовать английскую орфографию, которая очень такая вот консервативная, традиционная, сложная для заучивания. Даже великий английский писатель Бернард Шоу шутил, что я готов завещать все свое состояние, передать все свое состояние, кто наконец реформирует английскую орфографию. Но понятно, что в наше время кардинальных реформ фактически невозможны, потому что это действительно определенный стресс для людей. И все-таки возвращаемся к древней славянской азбуке как основы духовной культуры. Да, действительно, азбука и древние книги, вот этот древний язык, это, повторюсь, в них заложен национальный дух наш, в них отражается менталитет. И вот эта вот тысячелетняя наша история, история, наша духовная культура. И, наверное, вот согласимся с Лидией Петровной Жуковской, еще раз приведу слова этого ученого. В течение целого тысячелетия именно благодаря христианским книгам формировались нравственный облик славянских народов, понимание моральных, эстетических, культурных и социальных ценностей, в первую очередь в восточноевропейском, славянском православном ареале. И нужно сказать, что древняя славянская азбука, древний славянский церковный язык никуда из нашей жизни не делся. Да, он за тысячелетия видоизменился, но в русских православных церквях звучит церковно-славянский язык. Церковные тексты пишутся на древней славянской азбуке, она немножечко видоизменилась. Церковно-славянский язык коренным образом отличается от того классического, сакрального, священного, старославянского языка. Все-таки распространяясь по славянскому миру, вольно или невольно, вот этот искусственно созданный книжный литературный язык приобретал черты живых, естественных славянских языков, и появились такие вот различные варианты. В русской православной церкви звучит церковно-славянский язык русского извода, так принято называть, в сербской – сербского извода, в болгарской – болгарского извода, и так далее. То есть это не совсем тот самый язык, но тем не менее он есть, он существует, на нем звучат молитвы, на нем звучат божественные литургии в церкви, существуют учебники церковно-славянского языка, дети в воскресных школах учат, студенты-филологи изучают церковно-славянский язык, как памятник письменности, как тот самый вот совершенный, созданный Кирилл Минефодиум и их последовательный язык, как эталонный язык. И, наверное, даже поговаривает о том, что какие-то кардинально мыслящие священники, они перевестили молитвы и богослужения на современный русский язык. Но надеюсь, что это никогда не произойдет, потому что это все-таки особое таинство, особая часть культуры, и вот в этом наша как раз духовная связь с тысячелетней духовной культурой, с тысячелетней историей славянского народа.